здравствуйте мои друзья сегодня мне хотелось бы показать своих цимбидиумов которые произрастают в моем обиходе всего полгода так увидите у меня их 21 уже был героем ролика где рассказывала об уходе и мы с вами его пересаживали второй же цимбидиум мелькал у меня в новичках первая разновидность которая появилась у меня ровно семь месяцев назад и ту которую мы с вами пересаживали в лаву как вы видите хорошо себя чувствует по прошествии этого недолгого срока после пересадки какое-то время около месяца орхидея адаптировалась но после этого пошла в активный рост все это происходило при холодных температурах которые в зимний период опускались в этом году до плюс 5 4 градусов при таких холодных температурах орхидея не стрессанула продолжила свой рост новых ростов и также рост корневой системы рост новых ростов холодный и умеренно теплый период развивался очень хорошо но когда температура зашкалил за 25 градусов рост слегка притормозился на данный момент растение имеет три здоровых новых роста и два маленьких которые появились в умеренно теплый период а так как умеренно теплый плавно перешел в теплый то эти новые росты затормозили свой рост и на данный момент выглядят очень и очень маленькими корневая система у новых ростов появляется не сразу после того как растение наберет в размере 5 сантиметров и выше как-то слегка начнет формироваться псевдобульба тогда и появляется рост корней которые очень быстро пытаются спрятаться в грунт на данный момент так как температура у нас поднималась до 30 32 градусов корневая система остановила свой рост и закупорила корешки я не знаю как внутри горшка но воздушный корешок который имеется на одном из новых ростов показывает себя в таком состоянии освещение в котором все время содержалось это орхидея сначала составляла 30 40 тысяч люкс но вы знаете я заметила небольшой ожог на листьях и когда же я переставила орхидею на интенсивность 15-20 тысяч люкс то она перестала обжигаться и как вы видите посмотрите даже приобрела пестрый яркий окрас правда я не знаю как такая интенсивность освещения отразится в дальнейшем на цветение это орхидеи так как требовательно более яркому освещению ладно понаблюдаем посмотрим уход в таком грунте мне очень понравился так как он очень легок и прост не требует замачивания а требует только хорошего пролива в котором вода должна обильно проходить через грунт выходя по низ горшка в таком поливе лава впитывает себя определенный процент влаги в котором она остается не мокрая а влажная этим соприкасаясь с корневой системой способствует благоприятному их развитию выращивая цимпидиум в сосновой коре при такой посадке нам пришлось бы замачивать горшок чтобы кора хорошо впитала себя влагу и потом ставить на хорошо продуваемое место так как кора первое время создает не влажную а мокрую атмосферу внутри горшка этим приводя при неправильном уходе гниение корней в основном зимний период при холодном содержании лава же она благоприятно отражается на корневой системе в этот же холодный период так как остается после полива слегка влажной и не требует такого сильного потока ветра по сравнению содержание этой орхидеи сосновой коре еще один огромный плюс содержание цимбидиума в лаве так как лава она не разлагается по сравнению с основой корой которая по истечению срока находясь постоянно в влажном состоянии так как требует цимбидиум имеет такую способность разлагаться создавая не воздухопроницаемый грунт в котором начинают страдать корни орхидеи где если не принять определенные действия можно получить болезнь и впоследствии гибель растения следующая разновидность появилась у меня чуть позже так как у меня оставалось очень много лавы и нужно было куда-то ее использовать я решила приобрести еще один экземпляр который имеет как вы видите уже средние размеры но не огромные и очень красивые розовые соцветия именно к соцветиям я и подбирала цвет кошка после приобретения орхидея была пересажена не сразу так как имела цветонос после увитания я произвела посадку как вы видите посадка была произведена тоже в лаву после небольшой адаптации когда цветонос полностью увял орхидея сразу пошла в рост посмотрите на данный момент мы имеем три огромных новых роста которые появились из двух псевдобульб то есть с одной один новый рост вот который мы сейчас видим на экране он более массивен и с другой псевдобульбы два новых роста который имеет более миниатюрные размеры корневая система у новых ростов появилась также не сразу через какое-то время быстро ушла в грунт которым сейчас активно развивается воздушных корней у этой орхидеи я не наблюдаю как вы видите при посадке я использовала удобрение осмокот в котором у меня хорошо развивается эти две разновидности по мере просыхания я слегка добавляю те удобрения в которых у меня удобряется вся моя коллекция это сбалансированная форма 2020 дополнительно можно не удобрять так как осмокот имеет все формулы которые нужны для хорошему развитию орхидеи но вода остается и мне очень жалко просто так выливать я выливаю ее в эти горшки славой как увидите это никак не отражается негативно на развитие орхидеи наоборот они развиваются я думаю что к сроку когда они должны будут засвести это в холодный период в зимний период я все таки думаю что мы с вами сможем наблюдать прекрасные соцветия но есть у меня но как я уже выше сказала я пока еще не отреагировала интенсивность освещения у первого экземпляра так как он получил ожоги здесь же орхидея содержится у меня тоже не так ярко при интенсивности 20-25 тысяч люкс принципе у меня был такой же экземпляр и он развивался при такой же интенсивности освещения очень хорошо цвел так что я думаю что именно эта разновидность должна обязательно показать цветение в зимний период сейчас мы дадим возможность развиваться этим новым ростом и ближе к зимнему периоду когда температуры опустятся до холодных эти новые росты сформулируют хорошие взрослые псевдовольбы и впоследствии зацветут а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо что были со мной что смотрите меня до свидания и до новых встреч на моем канале всем пока пока